Дневной разворот Прямого эфира вы тоже слушатели можете подключаться Хочу заметить что меж всем на улице Таметели по идее сейчас подрядчики должны убирать Улицы и тротуары нашего города Я с большим любопытством Слежу за утренними планерками Которые в мэрии у нас проходят На которых Илья Вячеславович отчитывает Наших подрядчиков мне очень интересно как сидят За столом руководители подрядных организаций Они так куда то смотрят так прямо в абстрактную Точку и боятся даже взглянуть мне кажется На Илью Вячеславовича Илья Вячеславович удалось ли Призвать к ответу И ваши требования очистить дороги от бордюра до бордюра Оно ну в общем то кое где заметно Не везде но заметно уже Как обстоят дела сейчас Ну очень радуюсь что все таки наш труд Не напрасен наш совместный труд С подрядчиками потому что Ну честно скажу никого Отчитывать не хочется Хочется чтобы было полное понимание Вопроса и чтобы Все те требования которые Я каждый раз высказываю чтобы они были Просто закреплены определенными нормативными документами А на сегодняшний день в этой работе У нас есть определенные пробелы Которые сегодня вот силами и Дирекции дорожного хозяйства И всех структур которые отраслевые Которые в администрации есть Мы этот вопрос сейчас Закрываем чтобы К следующему сезону уже подойти Более подготовленные с точки зрения требований Которые мы бы предъявляли к подрядчикам Потому что обальная система которая у нас сложилась до этого Она к сожалению вот позволяет довольно Вольно подходить к уборке наших улиц И на сегодняшний день вот Понятно что мы требования от бордюра до бордюра Но это как то вот не вполне конкретно У нас очень много Улиц узких Очень много улиц На которых есть парковочные карманы Очень много сложных непростых тротуаров Лестничных переходов Это все необходимо содержать в определенном виде При этом хотелось бы уйти Как я уже говорил от песка соляной смеси Потому что она создает Ну такой грязный неопрятный вид улиц Поэтому вот все эти требования Сегодня мы закладываем в общее положение О благоустройстве Которое бы позволило нам Предъявлять вполне конкретные требования К подрядчикам И чтобы не приходилось их потом отчитывать Потому что я еще раз говорю Из-за страха люди работают нехорошо Но это неприятная ситуация Из нее нужно выходить максимально быстро Поэтому у меня всегда к подрядчикам просьба Давайте ребят сконцентрируемся И как-то вот Ну мы же все в этом городе живем По одинаковым улицам и ездим и ходим Поэтому просто из чувства самоуважения Давайте прибирать нормально Чтобы не было вопросов к нам К администрации И к вам к подрядчикам Почему плохо убрано там или здесь Потому что вот этот сезон К сожалению мы идем в ручном режиме Управляем всем процессом Многие улицы Вот было много жалоб Особенно из удаленных слобод Многие улицы просто не вошли В титул например И получается что в титул не вошли Денег на уборку этих улиц нет Поэтому убираю когда хочу Когда у меня будет свободная техника Не пойдет так Все занести в титул Всех сосчитать Всех вспомнить Чтобы каждый человек Каждый двор был на учете Чтобы до каждого Техника дошла И чтобы человек с утра не думал Сможет он выехать на работу Или там детей отвезти в садик Или в поликлинику Или не сможет Потому что все имеют равные права По равному доступу К любой точке нашего города И вот это мы должны С подрядчиками обеспечить Поэтому работа Это такая она плановая И вот мне не хотелось бы Находиться вечно Вот в этом режиме Шульгин кого-то отчитывает Ни в коем случае Нужно просто построить работу Таким образом Чтобы она сама Сама себя воспроизводила Чтобы была работа поставлена В понятных условиях Каждому подрядчику И чтобы каждый чувствовал себя комфортно Это вполне объективная картина Что людей и техники недостаточно Да Это объективная картина И эта зима Это показала Нам недостаточно техники Для того чтобы в течение суток Привести город в нормативное состояние К сожалению у нас не хватает Мелкой техники Для обработки тротуаров Не хватает техники Для обработки Покошных карманов Не хватает техники Для вывоза снега Для грядирования Более-менее справляемся Но вот опять же Нужно покупать специализированную технику Для того чтобы наносить Либо жидкие реагенты Либо реагенты Которые позволили бы нам уйти от песка Потому что песок При всей своей видимой дешевизне На самом деле Это очень дорогое удовольствие Потому что мы за сезон На город На дороге города Складываем порядка 300-350 тысяч тонн песка Которые потом весной Обязаны вывести И захоронить То есть это очень Такая дорогостоящая манипуляция Потому что песок как правило Убирается лопатами Это ручной труд Это дорого В автоматическом режиме Песок убирать Можно сказать Практически невозможно Поэтому Есть стремление От этого уйти На ваш взгляд Раньше нельзя было заниматься Обработкой улиц Не песка Вот этой смесью Песка и соли Раньше много Можно было делать Как вы сказали Каменный век И в принципе давно Уже это не практикуется Но кто-то считает Что это дорого Кто-то считает Что у нас Ну слишком дорого Такую технику закупить Ну разные были соображения Сейчас что рассудить Сейчас надо делать Сейчас нужно приводить Наш город К тем стандартам Которые в принципе У нас приняты Во многих городах России Потому что все в Москву приезжают Всем же приятно там находиться Потому что все говорят Что Москва у нас преобразилась Я вот понимаю Что сейчас у них есть Локальные проблемы С уборкой снега Но это локальные А в целом-то Москва очень кофортный город И там Помните сколько было жалоб На то что невозможно По городу пройти Ботинки растворяются на ходу Сейчас же этого нет То есть Была пора экспериментов Была пора Такой серьезной работы По подбору оптимальных решений И нам остается Только эти решения рассмотреть И посмотреть Возможно ли применить Это у нас Я думаю что это возможно Ну вот как раз С сегодняшними специалистами Мы все эти вещи смотрим Слушатель да Желает задать вопрос Главе Кировской администрации Алло добрый день Представьтесь вы в прямом эфире Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Это Игорь Киров Да слушаем вас Илья Вячеславович Нет ли возможности На улице Некрасова К магазину Магнит Сделать пешеходный переход Там народ все равно ходит А там пешехода нет Перехода нет Есть там Магнит магазин На улице Некрасова А поточнее адрес Ну у нас У меня лично дом 20 Некрасова 24 От него переход Ну не от него А где-нибудь так Прямо к магазину Магнит Там народ И бабки И все Ходит Приходится так рисковать Я понял Я себе записал Это недалеко от перекрестка Некрасова и Чапаева Да Между перекрестками Сурикова Ну я не знаю Если получится То хорошо бы Спасибо Хорошо То есть люди реально подвергают Своей жизни опасности Спасибо До свидания Вот конкретное предложение Ну это вещи с ГИБДД Согласовывается Да всегда Обсуждается В том числе да Можно там нельзя Дополнительный пешеходный переход Елена Ну по поводу снегопадов Хотелось продолжить тему Я вот недавно слышала Что в Америке По-моему в Нью-Йорке А власти Таким образом поступает снегопад То есть снегопад Просто все не выходят на работу Ну то есть школьники не учатся Ну то есть все сидят Официально позволяется Не выходить Ну да То есть Собственно говоря Экономика такова Что лучше там Пожертвовать там Один-два дня в году На вот такой коллапс Чем содержать Какое-то огромное количество техники Для того чтобы вот это Постоянно Снег убирать Я так понимаю Что это все-таки Не кировская практика Принимайте постановление Не с первого декабря По конец марта Не выходим на работу Да И сидим дома Прекрасное время Ну на самом деле У крестьян-то это время Зимнее Оно такое благословенное Когда можно более-менее Так отдохнуть Подготовиться К летней страде Вот Ну на самом деле Это все здорово С точки зрения Нью-Йорка Давайте вспомним географию Город Нью-Йорк Находится Дай бог памяти Или на одной Параллели С городом Сочи Или даже южнее По-моему даже южнее Вот Поэтому в Нью-Йорке Они могут себе позволить Там один-два дня Пока снег оставить Подождать У нас такой возможности К сожалению нет Поэтому Мы Просто географически Приговорены к тому Что снег Необходимо убирать И вот Сегодня Как раз Эти непростые расчеты В определенных службах У нас производятся Потому что То количество снега Которое запланировано К вывозу Очевидно Что это Цифра Недостаточная Потому что Если бы мы Убирали то Что запланировано То мы бы уже Снегом Серьезно заросли Вот Поскольку у нас Такой город Весьма снежный Причем Из года в год Количество снега Выпадающее на наш город Оно примерно Одинаковая Статистика Поэтому Здесь Я думаю Что и расчеты Такие довольно Простые И Вот Сегодня Мы уже В принципе С этим всем Определились И С подрядчиками Ведем переговоры О том Сколько необходимо Снега Ввести В будущем Сезоне Какие на это Деньги Неопродимы Запланировать И Сколько техники И какой техники Неопродимы Закупить Ну Кто найдет Возможности Тот Значит Будет работать Дальше Много техники Нужно закупить Ну то есть Какой это Объем Это существующий К сожалению Не люблю Осуждать В категориях Много-мало Давайте Мы когда Расчеты Все эти Завершим Мы можем Их обнародовать То есть На сегодня Я могу сказать Что в принципе Вот Понятно Что у нас Техники Не хватает Для того Чтобы Справиться С Снежными Какими-то Зарядами В течение Суток Но в течение Двух-три дней Мы вполне Город Можем Прибрать И вот На фоне Тех цифр Которые Демонстрирует Нам Москва У нас Если вы Сводки Смотрите Наши городские То у нас На бок Снега Выезжает Порядка 150 180 Единиц Техники Причем Это включая Ямалую Технику Которая Работает По затварам И тяжелую Которая Работает По дорогам Ну Москва Например Вот когда Случился Снегопад Они вывели Несколько тысяч 15 тысяч Единиц Техники И 75 тысяч Дворников И все равно Не справились То есть Понимаете Я могу сказать Что На фоне Этих цифр Мы Своим Парком Справляемся В принципе Неплохо Но неплохо С точки зрения Того Что мы По крайней мере Нам удается Город Держать В проезжем Состоянии И коллеги Из других городов Не из Москвы Вот из Ярославля Были гости И из Нижнего Из Костромы Из Казани Ну все говорят Что в принципе Ребят Ну у вас Ситуация такая Неплохая Я понимаю Что Самому Самому себя Хвалить Наверное Не стоит И самоуспокаиваться Но по крайней мере Это некий Отклик от коллег Которые Так или иначе Наш город посещают Поэтому На ситуацию Смотрим здраво Себя не успокаиваем При этом понимаем Что те возможности Которые сегодня у нас есть Их нужно усиливать Наращивать И это Гораздо дешевле Чем потом Лечить системные проблемы Связанные с невывозом снега Потому что Если мы не будем Вывозить снег От зданий Со дворов И с тротуаров То у нас Пойдет разрушение Фундаментов Дорожек И так далее А если мы не будем Вывозить снег С дорог То тоже Весна придет И просто мы будем Иметь проблемы Уже с дорожным покрытием Поэтому Снег нужно вывозить Это ну как сказать Ну нужно И тут нечего Рассуждать Нужно просто делать Так у нас Я знаю еще один Слушатель Ждет возможности Задать вопрос С Вови Илья Вячеславович Сейчас будет Вот сейчас задаст вопрос Он потом будет Небольшая пауза И ответ прозвучит Уже после нее Алло добрый день Как вас зовут Алло добрый день Слушай Евгений Игорь меня зовут И вопрос Хотел такой бы задать Вот трудности Одна из трудностей Как говорят Коммунальные службы Что припаркованные машины Мешают убираться А кто мешает Установить временно Знаки Допустим С последующей эвакуацией Подключить ГАИ И БДД Сейчас проезжал По Карламарсу Напротив Как раз Довой Городской администрации Под знаком Остановка запрещена Там стоит целый Караван машин И под носом Никто ничего не видит Во-первых Во-вторых 350 тысяч тонн Песка прозвучало Вы сами представляете Объем Этого песка Конечно Это видимо Из той же серии Что и вывоз снега По 6-8 тысяч кубов За ночь Да Хотелось бы Увидеть хотя бы 2-3 машины Которые Занимаются этим Я утром Езжу И днем по городу езжу Не видел этих КамАЗов Караван и машин Евгений Яс нам Обещали небольшую паузу Сейчас сделать Сделаем ее Ответим на вопрос Илья Вячеславович Отвечается на Видимо на 2 вопроса Нашего слушателя Евгения Во-первых Припаркованные На краю проезжей части Автомобили Которые мешают уборке Ну это вот Припаркованные машины Которые мешают уборке Понятно что К сожалению У нас Недостаточно Которых парковочных мест В городе Но это Я думаю Мы этот вопрос Уже В принципе Решаем Сейчас Смотрим Какие участки Можно по делу выделить Но это Это то что будет То что сегодня происходит К примеру Что за участки Где они Вы уже говорили Про так называемые Зимние парковки Временные Можно их где-то Попытаться организовать Чтобы не стояла Машина на проезжей части Ну вот Понимаете Это прилегающие территории Какие-то Это какие-то прилегающие территории Это участки Которые сегодня У нас У муниципалитета Свободные Оставшиеся После Расселения Там Домов Вообще В городе Необходимо Создать Целую сеть Парковок В том числе Многоэтажных Где жители Могли бы Свои машины Оставлять Чтобы не было Потока Ну вот этого Каравана машин Вдоль улиц Потому что Это ненормально То что Вот Сделано замечание Что у нас По знакам Остановка запрещена Прямо напротив Администрации Да Это ездит Это по всему городу Не только Напротив администрации Мы это видим Но понимаете Вот вывозить Тотально эти машины Я могу их Каждый день вывозить Но тоже Москва Так ведь и поступает Там нещадно Все Вот понимаете Нельзя подходить Однобоко То есть Давайте вывозить машины С ГИБДД Ну давайте вывозить Надо Вопрос решать в комплексе Нужно создать Сеть парковок Нужно создать Парковочные места Где жители Понимали бы Где они могут Машину оставить У нас есть Определенный Правовой нигилизм И люди Которые видят Знак Остановка запрещена Останавливаются И машины свои Бросают Ну с этим будем Работать дальше На сегодняшний день Могу сказать Что потому И особое внимание Парковочным карманам И территориям Которые можно Снега почистить И чтобы там Машины можно было Оставить Именно для того Чтобы не перегружать Дорожную сеть Потому что Вот у нас Такие улицы Как вот в центре Их много И Володарского И Свободы И Мопра И там И Молодой Гвардии Они все забиты машинами Горбачева Поэтому стараемся Всячески снег убирать Таким образом Чтобы все таки Как то облегчить ситуацию А вот что касается Покажите мне Ну Куда Распределять Такое большое количество Песка По всему городу И количество Выручаетесь за эту цифру Это количество Я себе очень хорошо представляю Ну конечно И покажите мне машины Которые вывозят снег Эти караваны Ну я рекомендую Выехать в город И провести время Одну ночь Разъезжая по городу Вся основная уборка снега Ведется с 10 часов вечера До 5-6 часов утра И процентов 80-85 Всего снега Вывозит именно в это время Днем Утром Работает немного техники И работает днем техника Только в период сильных снегопадов Чтобы просто поправить ситуацию На дорожной сети Потому что обычно В экстренной ситуации А когда идет снег Снег же убирают Когда он перестает идти Пока снег идет Только самые экстренные мероприятия проводятся А уже после снегопада Есть норматив В течение 4-х часов Необходимо убрать Не менее 70% Дорожной и тротуарной сети Ну понятно Что это такой показатель Он для нас пока трудновыполнимый Но мы к нему стремимся И в принципе Стараемся в этих пределах удерживаться Коллеги Еще есть звонок У нас 211-101 Так расшевелились Нас слушатели Молодцы Алло Добрый день Как вас зовут Добрый день Меня зовут Ирина Это жительница Многострадальной улицы Комсомольской Большой привет вам Чем ваша улица Многострадальнее Чем та На которой живем мы Ну как Дорога сделана Только до моего дома До нашего дома Дальше все перекрыто Так В данный момент Очень волнует Вопрос Самозахвата Общедомой территории Под парковку Цепи Шлагбаума Какой дом Номер дома Озвучи пожалуйста Конкретно в вашем дворе Номер дома 89 89 На каждом Общедомому собрании В общем Каждое собрание Заканчивается ругань Была даже настоящая война Вплоть до Прокола шин В общем Цепи Шлагбаума Это же По всему городу У нас Вопрос Я думаю Что это ведь И скорая И пожарная Тут Тоже Подождите У вас борьба У вас между Кем и кем Одна группа Желает Желает Поставить Шлагбаум А вторая Этого не желает Нет У нас уже Все давно Цепью Отгорожено Часть какая-то Дом большой Мест не хватает То есть каждый Автомобилист Застолбил Так сказать Себе Своё место Да Отгородил Да Да И вы Желаете Узнать мнение Ильи Вячеславович Как с этим поступать Чтобы конфликты На этой почве Это же по всему городу И я думаю Что какой-то закон Должен быть Урегулировать Этот вопрос Спасибо Ирина Ваше беспокойство Ясно Ирина Ну очень серьезный Вопрос на самом деле Потому что Ну могу сказать Что во-первых Все эти Самозахваты Цепи Шлагмама Это все незаконно Это один момент Другой момент Что сейчас Необходимо нам Проработать нормативную базу В любом случае Тот участник На котором стоит Квартирный дом Он является Общей собственностью Всех собственников Квартир Которые проживают В доме И что с ним делать Можно решить Только на общем саморанее И сегодня Часть этих проблем Она решается Через Федеральную программу Комфортная городская среда Вот то что мы уже Отработали В прошлом году В принципе Во многих дворах Появились организованные Парковки Парковочные карманы Но вопрос Такой очень непростой Потому что нормативы По парковкам Которые были В советское время еще И Уже вот В 90-е годы Они серьезно Отличаются От того что есть сейчас Вот только сейчас Пришло осознание того Что У нас количество Машин В принципе Ну по одной машине На квартиру Это минимум Приходится У нас благосостояние Граждан все равно Сейчас по-моему Там 250 по-моему Автомобилей Личных на тысячу Населения У нас Ну по общей Российским возможно Но вот Когда сталкиваешься Непосредственно В новостройках С новым домом То получается Что чуть ли не в каждой Квартире по машине И нужно это все Хозяйство куда-то девать Поэтому сегодняшние Нормативы Они серьезно отличаются И вот В новостройках Можно заметить И на градусовете Этот вопрос мы Постоянно поднимаем Чтобы все-таки У нас было Достаточно места Для парковок А то что касается Вот вопрос Который Ирина задала Ну я могу рекомендовать Во-первых Принять участие В программе Комфортная городская среда И на общем Собрании дома Выработать подходы Где организовать Парковочные места Либо дополнительные Парковочные места Так чтобы это не шло Во вред Двору Чтобы остались Место для игр детей Но при этом В любом дворе Можно так скажем Посмотреть Что можно сделать И уже По ходу реализации Этой программы Я думаю Ситуация Ну так или иначе Если не решится То по крайней мере Облегчится А самозахват И вот эти все цепи И столбики Которые там Так или иначе Ограничивают Заезд на Так называемую Мою территорию Ну это все незаконно И неправильно И нужно просто Научиться между собой Договариваться Понятно что это Приводит к локальным конфликтам Но все таки Давайте как то Научиться Научимся Цивилизованно Такие вопросы решать А кардинальное Поведение администрации Как то Не может Предпринять Ну вот В частности Прямо наказывать Не знаю За эти вещи Администрации Еще раз говорю Нам по этому поводу Необходимо Разработать Дополнительно Видимо Нормативку Вот сейчас Вся нормативка По благоустройству Она в принципе Подвергается Серьезной переработке Но сейчас Сделаем упор Еще и на это Потому что По большому счету Вот то о чем Говорит Ирина Это повод Для работы Как Работы Администрации С управляющими Компаниями Так и для Госжилинспекции И плюс к этому Могу сказать Что сегодня В администрации Стоит вопрос О том Каким образом Мы можем создать Муниципальную Муниципальный Жилищный контроль Который так скажем Помогал бы Госжилинспекции В решении Вот как раз Таких вопросов У нас интересное сообщение От одной из слушательниц А почему бы вообще Запрещающие знаки Не убрать Люди все равно Нарешают Люди все равно Стают там Автомобили Ничего не боятся И под кирпичи Въезжают И мы знаем И видим каждый день Эти примеры Пешеходная часть Спасской Да Вот там Со стороны Казанской улицы Ну я могу сказать Что все Дорожные знаки Во-первых Они Все Все правила Дорожного движения Они Написаны Человеческой кровью Все до единого И Все знаки Какие ни были Ограничивающие Запрещающие И так далее Все Любой знак На дороге Который вы видите Это знак Который Свидетельствует О том Что о вас Кто-то заботится Кто-то позаботился И Предупреждает О тех Или иных Вещах Которые Можно Либо Нельзя Делать И я Считаю Что Вот Такой Нигилизм Его нужно Изживать Потому что Во-первых Это признак Низкой культуры Во-вторых Это Свидетельство Того Что У нас Ситуация На дорогах Опасная То есть Когда люди Не выполняют Предписание Знаков Когда не выполняют Требования Правил дорожного Движения Это значит Что у нас В городе Опасная ситуация Как для участников Движения Так и для пешеходов И Вот Ситуация Исправляется Только тогда Когда люди Начинают массово Выполнять Правила дорожного Движения И Эти вещи Мы можем наблюдать В городах Где Ну так скажем Очень серьезно К этому относятся Ну прежде всего Это столица Наша родина Москва Я сам из Казани Могу сказать Что установка Камер И знаков Она очень серьезно Очень серьезно Исправила ситуацию На дорогах Потому что раньше Бились внутрь города Со смертельным исходом Сегодня Такие случаи Крайне редки Просто крайне редки То есть Перестали гонять По улицам Лихачи Куда-то подевались Висит знак 40 Значит едем 40 Вот здесь У нас С вами Город Очень такой Так скажем Уютный Много таких Тихих улочек Нужно просто научиться По ним аккуратно двигаться И вокруг себя Видеть людей И коллег По потоку Автолюбителей И прежде всего Пешеходов Потому что нужно понимать Что пешеход на улице Главный человек Я благодарю наших слушателей За то что в своих звонках Вы поднимаете Те темы Которые мы С коллегами Журналистами Хотели озвучить Как поступим Мы продолжим Принимать звонки После перерыва Либо свои вопросы Еще постараемся Озвучить Или интереснее Вам жителей города Послушать Елена Андрей Жители миграции Конечно У меня еще целый Объем вопрос Но жители и жители Миграции Это основное Хорошо Давайте выслушаем Еще один вопрос От слушательницы Уйдем на рекламу И затем ответ Алло Добрый день Алло От слушателя Добрый день Как зовут вас Меня Николай зовут Да Николай Слушаем Времени немного Илья Алексеевич Волнует Вячеславович Ну хотелось бы вас Поблагодарить За уборку улиц Вы главное Не слушайте Никого Всех этих Общественников Советчиков Я вам скажу честно Что последний раз Так город Прибирался В 90-е годы При Евгении Анатольевича Клевачкине Честно Вот я вам говорю Ну и второе пожелание Вот есть Центр управления Дорожным движением Вот И хотелось бы Вот кто Проектирует Все эти светофоры Развязки Остановки Просто они Ну как-то Тактично сказать Ну может быть Не совсем Справляются С своей работой А так Держитесь вам Терпение Не слушайте никого Большинство Это вас поддерживает Спасибо Дай бог вам Счастья и здоровья Спасибо большое Вот видите Хоть один слушатель Под конец нашей беседы Сжарился Над сети менеджерами Не решил его поблагодарить Они завалили Неожиданно Очень приятно Спасибо большое Реклама у нас сейчас И на финал Программу будем выходить Через полтора минут Буквально совсем немного времени Остается у нас для беседы С Ильей Шульгиным Главой администрации города Кирова Елена Жолобова Андрей Андреев И Владимир Сметанин Ведут сегодня передачи И безусловно Мы вас Наши слушатели Подключаем Еще один звонок Прямо сейчас Добрый день Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Вера У меня вопрос Просьба К Илье Вячеславовичу Конечная 38 автобуса На улице Ивана Попова В связи с проведением Ремонтных работ Закрыта Остановка Новая остановка На пересечении улиц Ивана Попова И Чистопрудненской Вызывает Очень большое недовольство Во-первых Она стоит прямо на Ну на повороте Сам каркас остановки Павильон Если можно назвать Павильоном Представляете Там постоянно идут КамАЗы С землей Там же идут Огромные строительные Серьезные работы Перехода От улицы Попова На Чистопрудненскую Перехода нет Пешеходной зоны нет Накатанный Такой Ну нафт Снежный Откатанный машинами И Начнется Потайка снега Это будет просто Ледяное поле То есть Совершенно неудачно Поставлена Остановка Павильон Во-вторых Это не павильон Конечно остановочный Потому что Боковых стен У остановки нет Она продувается Ветрами Со всех сторон И как там стоять С детьми Как там вообще Находиться Просто сдувает Там такая Напротив Прямо Строящегося храма Вот Конечно Очень неудачное место И с точки зрения безопасности Оно очень опасно Пожалуйста Я сегодня звонила В администрацию города Мне сказали Там Транспортнодел Что все хорошо Так должно и быть Нет Мы не согласны Там невозможно Идти к этой остановке И находиться на остановке Спасибо Спасибо Вера Я себе записал Обязательно посмотрю Конечно Ну то есть Комментировать Тут уже нечто Надо принимать Конкретные решения Надо делать Андрей пожалуйста Жду Когда у нас Выскажутся Наши замечательные Слушатели Понятно это Святое Ну вот у меня вопрос В продолжение Транспортной темы Смотрите Вот мы уже Минут 15 На транспортную тему Говорим И вопрос Это собственно Сыпется один за другим И уже даже Вот вывод Такой предыдущей темы Уборка с неба Она непосредственно С этим связана То есть говорит О такой масштабной Городской проблеме И вот не очень давно Насколько я помню Вы дали задание Разработать Я точно название Не помню Примерно так То есть Дорожную схему Да В Кирове Как-то там название Такое подлиннее немножко Это касается чего Общественного транспорта Нет Всего Я так понимаю Что в целом Да То есть о чем речь идет Речь идет О подготовке К принятию У нас В 2019 году Мы должны будем Серьезно Переработать Генеральный план И Важнейшая наверное Часть Генплана Это Дорожная сеть Потому что В целом Нужно понимать Куда город Будет развиваться Куда он сейчас Развивается Как он развивается И вот Та уличная сеть Которая У нас сегодня есть Очевидно Что она Требует Очень серьезной Переработки Ее нужно сбалансировать Потому что К сожалению В нашем городе Утром Довольно сложно Добраться Из юго-западной части В центр Потому что Есть всего Два перехода Три Ну три Счерсы еще Счерсы еще Да Но основные Как бы Такие удобные Для жителей Это Воровского И Московская И здесь Необходимо Подумать Как мы можем Эту ситуацию Поменять Таким образом Чтобы все таки Было удобно Утром и вечером Добираться Из разных частей города Это один момент У нас серьезный вопрос Который я надеюсь Скоро разрешится Это Переход По улице Попова Через Через Железную дорогу И мы сможем Наконец В чистые пруды Тоже заезжать И выезжать Беспрепятственно Но там дальше Встает вопрос Дальше Куда эта дорога уйдет Потому что По хорошему Нужно ее Вводить дальше Через Делать фактически Дублеры Через радужные На объездную дорогу Над этим тоже Думаем То есть тут На самом деле Вот та программа Реорганизации Дорожного движения Она в принципе Призвана Сделать город Равнодоступным И создать Альтернативные пути Объезда Потому что Сегодня К сожалению Ситуация пока Тяжелая Особенно когда Начинает идти У нас снегопады Либо просто плохая погода Потому что осенью Идет дождь И поток замедляется И сразу создаются Определенные зоны Затурнений движения Ну а традиционно Это у нас Переезд через Железную дорогу В районе Улицы Московской И Воровского Можно и через часы Проехать Но во-первых Не всем удобно Во-вторых Это все-таки Ну Там дорога Не в очень хорошем состоянии Я вот там Постоянно езжу И как бы вот Там загруженность тоже Жду не дождусь Когда у нас Заработает программа БКД Уже чтобы мы там Все эти ямы Залатали Ну вообще На ямышный ремонт Сейчас нужно Много внимания уделить Потому что Плохая ситуация Вот нам постоянно пишут Я думаю Что буквально В ближайшие дни Мы этот вопрос решим Это перекресток Попово-Воровского Где Очень нехорошая ситуация С полотном Все это видим И постараемся Сейчас максимально быстро На все это реагировать У нас большая часть города Скорее всего Не подлежит Какой-то реконструкции В плане дорог То есть понятно Город старый Особенно старая часть города Сложившаяся То есть Никуда красную линию Не унесешь Да Вот в этом случае Речь еще о чем идет О каких-то организационных вещах То есть там допустим Односторонние улицы Еще что-то Вот Это целый комплекс мер Который я думаю Позволит серьезную ситуацию Поменять Потому что Ну во всех городах Есть центральная часть Традиционная Такая вот Где больно Ты ничего не сделаешь Но при этом могу сказать Что все равно Сделать можно Надо просто сейчас С газостроителями Почти и поколдовать Понятно что Красные линии Нас ограничивают Но тем не менее Ну и плюс Вот то о чем я говорил Это создание системы Парковок Как плоскостных То есть вот на улицах Выделить места Под парковки Так и создание Парковок Как Оксов Как зданий Трех-четырех уровневых Потому что вот Ну в принципе И в Москве И в Казани Такие сооружения есть Они очень популярные Понятно что это Полотная история Понятно что это Требуется для этого Оператор серьезный Который понимает В этом хорошо Ну вот мы по этому пути Пойдем Потому что В любом случае Ставить машины Вдоль дороги Вдоль проезжей части Это ну такой Очень серьезный Анахронизм Который свидетельствует О том что Город Так скажем Не ухожен Это вот Такая ситуация Она присуща Городам Так скажем Ну нельзя назвать Там депрессивными Может быть Но по крайней мере Там где Вот этот вопрос Не решен И не решается А я думаю Что эту ситуацию Мы будем поправлять Это ну Удобство Передвижения Граждан по городу Оно должно быть Все таки на первом месте Как пешеходное Так и автомобильное Но опять же говорю Вот обращаюсь Пользуюсь случаем Ко всем Автолюбителям Пешеход На улице Главный человек Если видите Даже пусть это Пусть это не на пешеходном переходе Если видите Что пытается перейти Ребенок Подросток Пожилой человек Мама С коляской Папа С санками Или там С ребенком Не торопитесь Уступите место Уступите дорогу От вас не убудет Ничего страшного не произойдет Но человек безопасно Перейдет дорогу Это очень важно Еще один вопрос Который мы планировали С Еленой Задать Я имею ввиду парк Да Парк Победы Илья Вячеславович Видимо это уже будет Последний вопрос У нас три минуты остается Как известно Вот этот участок Про который много идет речь Четыре с половиной гектара По-моему Да В парке Победы Чуть поменьше Да На сегодняшний день Уже сменил владельца Владельцами являются Частично Кирова спецмонтаж Частично Топ-менеджеры Этой же организации Ведутся ли какие-то переговоры С этой компанией по поводу Будущего этого участка Вы говорили о том Что возможно тоже Какую-то школу Вы говорили что компромисс Возможно найти И социальное То есть уже начались эти переговоры И на какой они стадии К чему мы пришли И так далее Ну понимаете могу Что озвучить Как говорится В глубину переговоров Углубляться не буду Вопрос пока еще В стадии проработки Но Как бы Главной основополагающей Идеей является то Что Так возмущающая Жителей города Высотная застройка На этом участке Вестись Не будет И Это Видение И губернатора Игоря Владимировича Это видение Администрации города И мое в частности И мы сейчас Находимся в стадии Переговора Чтобы на этой Площадке Можно было построить Школу Детский сад Если Так скажем Детский сад Ну там По каким-то причинам Не пометится Тогда просто школу Ну и опять же Речь идет о том Что школа На своей территории Должна Ну это уже вопрос Больше Архитектурной проработки Школа должна На своей территории Иметь мемориальный комплекс В памяти тех людей Которые вот из этой слободы Ушли на войну И многие не вернулись Потому что место Такое для всего города Знаковое И нужно просто Элементарно Проявить уважение К павшим Я думаю Что школа Это будет Такой хороший компромисс И Самое главное Что у школы В припарковой зоне Будет место И для занятий спортом И для Так скажем Проведения различных Мероприятий Связанных Вот С такой С нахождением На природе Потому что Парк очень большой Парк красивый При строительстве Любого объекта Будь то школа Либо детский сад Необходимо будет Максимально бережно Отнестись К насаждениям Которые сегодня там есть Леонид Вячеславович Не будет высотной застройки Или не будут Жилищные застройки Вообще То есть Мало-мало Демонстрирование Нет я имею ввиду Что вот вы сказали Что там высотной застройки Не будет То есть Какое-то Низкоэтажное Живое строительство Там возможно Или Живое строительство В принципе исключается Позиция администрации Что Жилищные застройки На этих участках Быть не должно Ясно Спасибо за этот Содержательный разговор Много чего не успели Конечно задать Но надеемся Что вам Илья Вячеславович Общение с Нашими слушателями С коллегами Журналистами Было полезным И приятным Да Безусловно Спасибо Илья Шульгин Глава администрации Города Кирова И мы ведущие Елена Жолобова Андрей Андреев И Владимир Сметанин Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok